Сегодня готовим сдобные булочки с изюмом. Я использую живые прессованные дрожжи, и поэтому сначала сделаю опару. 30 грамм дрожжей я заливаю теплым молоком. Добавляю столовую ложку сахара и ложки 3 столовых тоже муки. Это все я беру из общей массы, подготовленной для теста. Теперь все это хорошо перемешиваем. Опару я делаю в этой же миске, в которой я буду потом и замешивать тесто. И оставляем опару минут на 15-20. Здесь все зависит от качества дрожжей. Нам нужно, чтобы дрожжи активировались и поднялась такая пышная шапочка. Одно целое яйцо, белок от одного яйца, соль, сахар и ванильный сахар. Я соединяю и буду перемешивать до растворения сахара. Опара у меня уже хорошо подошла. Вот такая пышная получилась. И я теперь соединяю обе смеси. Опять все хорошо перемешиваем. И всыпаю муку. Всего муки у меня 650 грамм. Но я добавляю сразу грамм 650. Я оставлю на подпыл и подмес. И вымешиваем тесто. Тесто мы собрали вот в такой ком, чтобы не было у нас сухой муки. И теперь сюда я буду добавлять масло. Очень мягкое сливочное масло. И остальное добавляю все. Немножко добавлю муки. Как только тесто стало вот такое послушное, более-менее, уже не липкое, нам можно переходить, вымешивать его на поверхности стола. Тесто мне нужно вымесить еще 10 минут. Оно абсолютно к рукам не липнет. Муку я не добавляю. В общей сложности у меня ушло, наверное, 620 грамм муки. Вот такое получилось тесто. Укладываю его в миску, смазанную растительным маслом. И оставляю на 1,5-2 часа. Мне нужно, чтобы тесто увеличилось в 2,5-3 раза. Накрываем крышкой и временно про него забываем. Заранее, перед тем, как выпекать булочки, я подготавливаю изюм. Я его залила большим количеством холодной воды и оставляю на полчаса. За эти полчаса я поменяю воду 3 раза. Это чтобы убрать те вещества химические, которыми обрабатываются все сухофрукты. После того, как изюм постоял у меня полчаса в холодной воде, я его хорошо промыла. И теперь его заливаю горячей водой. И оставляю еще минут на 15. Распаренный изюм я просушиваю на бумажном полотенце. Как только изюм высох, его можно добавлять в тесто. И если мне нужна курыга или чернослив, я подготавливаю их точно таким же образом. Тесто хорошо у меня подошло. Поверхность можно подпылить немножко мукой. И делю его я на 2 части. Теперь эти колбаски я делю еще на одинаковые кусочки. И из каждого кусочка я буду делать вот такие шарики. И у меня получилось 16 вот таких ровных колобочков. Теперь беру такой шарик, раскатываю его в продолговатую лепешку. И заполняю изюмом. Скручиваю рулетиком. И укладываю на противень. И так каждую булочку. Булочки на противень я разложила на небольшом расстоянии друг от друга, потому что при расстойке они еще увеличатся. Оставляем их на 25 минут. За это время я включаю духовку и разогреваю ее до 190 градусов. Теперь каждую булочку я смазываю смесью желтка с молоком. И щедро посыпаю сахаром. И отправляю булочки выпекаться в хорошо разогретую духовку до 190 градусов приблизительно на 30 минут. Но здесь уж смотрите по своей духовке. И булочки готовы. И вот такие булочки получились у нас сегодня. А получаются они всегда нежные, пышные и очень-очень вкусные. И, кстати говоря, если только что испеченные остывшие булочки положить в пакет и убрать в морозильник, на неделю, на две или даже на месяц, то когда вы их разморозите, они будут такие же вкусные, как будто вы только что их испекли. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. И всем приятного аппетита!